Велтумен Велтумен В настоящее время за кресло главы города будут бороться 9 кандидатов. Если ничего не произойдет, именно фамилии этих 9 человек и увидят наши избиратели. Все они выдвинуты от политических партий. 8 из них мужчин, 1 женщина. Что касается выборов депутатов Якутской городской думы, то по единому округу у нас претендовало на регистрацию 9 политических партий. 5 из них было освобождено от сбора подписей. И списки этих партий прошли регистрацию. Это такие партии, как Единая Россия, партия ЛДПР, Гражданская платформа, Коммунистическая партия и Справедливая Россия. То есть все эти партии были зарегистрированы только через подачу документов. Остальным партиям пришлось собирать подписи, свою поддержку подписей избирателей. Ну и смогли преодолеть этот барьер только партия Родина. Аграрная партия вообще не представила подписные листы в избирательную комиссию. А партия за справедливость была отказана по причине большого количества недостоверных подписей избирателей, которые они представили для проверки. В депутаты Якутской городской думы по партийным спискам зарегистрированы 163 кандидата от 6 партий. По андомандатным округам 71 кандидат. В Якутской городской думе работает 30 депутатов. 15 из них получают мандаты в борьбе с списками партий, то есть избиратель голосует за ту или иную партию, а остальные 15 распределяются в андомандатных округах. Всего же кандидатов было 240 человек. И удивителен тот факт, что в эту избирательную гонку попыталось попасть 13 человек судимостью. На прошлых выборах кандидатов судимостью не было. Списки сформированы, новых лиц туда уже не добавится. А вот выйти из предвыборной гонки вправе каждый. Часто так и бывает. Самовыдвиженцев. Получается, 71 человек борются за 15 мандатов. Это где-то в среднем по 4-5 человек в округе на один мандат. Посмотрим, как дальше будут складываться события. И практика показывает, что очень часто и списки, и претенденты на одномандатные округа могут подавать различные заявления, что и в этой кампании тоже будет иметь место. У людей меняются планы, меняются настроения, взвешивают свои шансы на победу. Поэтому разного рода заявления они могут поступать в комиссию. Идти на выборы и проголосовать за своего кандидата – законное право и моральная обязанность каждого гражданина. Но может так выйти, что в единый день голосования гражданин будет находиться далеко от места своей регистрации. Это касается только республиканского уровня выборов. Если избиратель из районов планирует находиться в день голосования в городе Якутске, ему необходимо заранее подать заявление по месту нахождения. Это можно сделать в МФЦ, в территориальной комиссиях. С 29 августа начнут работать участковые избирательные комиссии, можно подать заявление туда. То есть такая же система, которая работала на выборах президента Российской Федерации. Но нужно людям понимать, что если вы перемещаетесь за пределы одномандатного округа, ну то есть, например, из Сунтар выехали в город Якутск или из Мирного сюда приехали, то вы сможете проголосовать в городе Якутске только за главу республики и только за партийные списки Илтума. При этом нужно иметь постоянную регистрацию на территории республики. То есть еще особенность этой избирательной кампании заключается в том, что лица без регистрации или имеющие только временную регистрацию по месту временного пребывания, они в голосовании не принимают участие. А вот местные выборы, городские наши выборы главы города, депутатов Якутской городской думы, такая система не применяется подачей заявлений, можно только досрочно проголосовать. То есть прийти на свой избирательный участок с 29 августа. И если вы знаете, что по уважительной причине вы будете отсутствовать 9 сентября на выборах, вы можете досрочно проголосовать. Иногда избиратели эту систему называют «голосование в конверты». В постсоветский период подобного уровня и объема выборов не было. Когда были бы совмещенные выборы, выбирались бы народные депутаты республики Саха-Якутия, глава республики, ну и довольно большие по объему и муниципальные выборы. То есть у нас в отдельных территориях людям придется голосовать, получая 6-7 бюллетеней. Безусловно, очень трудно и сложно будет разобраться в том большом объеме бумаг или бюллетеней, как я уже сказал, которые будут получены. Голосование будет проходить на территории республики Саха-Якутии. Безусловно, те жители нашей республики, которые зарегистрированы в республике, и находятся за пределами республики, к сожалению, они не смогут принять участие в голосовании, они также не смогут принять участие и в написании вот этого документа, чтобы проголосовать по месту своего нахождения. Надо активно принять участие как в самом голосовании, так и вот в этой процедуре, значит, участие в голосовании, и написав заявление для того, чтобы иметь право проголосовать по месту своего нахождения. Поэтому у нас большая надежда, что наши избиратели активно примут участие в выборной процессе в Республике Сахай-Коти. С окончанием регистрации кандидатов наступает время официально разрешенной агитации. Но тут все должно быть в рамках установленных законодательством. Вся агитационная работа четко отслеживается и проверяется. Конечно, ограничений много. Во-первых, касается самого агитационного периода. На радио, на телевидении есть законно определенный срок, когда вы можете размещать свои материалы. Дальше есть ограничения по месту, где вы хотите размещать свои материалы. То есть, если вы размещаете на зданиях, как раз подъезды очень часто горожан волнуют, это только с разрешения собственника здания делается. Затем есть ограничения по использованию физических лиц на фотографиях, например. Затем, если вы в своих агитационных материалах ссылаетесь на чьи-то слова, нужно обязательно представлять комиссию письменное согласие этих людей, ссылку на кого вы делаете. Кроме этого, все агитационные материалы, перед тем, как они начинают распространяться где-либо, должны быть эти материалы представлены в избирательную комиссию, должно быть подтверждение о том, что они оплачены с избирательного фонда, и только после этого кандидат имеет право их распространять. Но, к сожалению, очень часто именно в этот период у нас кандидаты подают жалобы друг на друга. У нас сейчас такая работа, видимо, скоро и начнется. То есть, каждый замечает ошибки другого, пишут жалобы, и мы как раз тот орган, который будет эти жалобы рассматривать и видеть, нарушается законодательство избирательное или нет. Распространение информации Во-первых, это внесудебный порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации, которые регламентируются нормами закона Российской Федерации о средствах массовой информации. Во-вторых, это уголовно-правовой порядок защиты. В-третьих, это гражданско-правовой порядок защиты, то есть обращение в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации с исковым заявлением. Так, статья 129 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает право гражданина требовать по суду опровержения, порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию сведений, если распространивший такую информацию не докажет в судебном порядке, что указанная информация соответствует действительности. Опровержение должно быть сделано тем же способом, которым была опубликована ложная информация, либо другим способом, который предусматривает требования закона. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации предусматривает ряд статей, которые предусматривают административную ответственность за распространение ложных сведений в средствах массовой информации. Например, это статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за нарушение установленных законов порядка сбора, хранения, использования или распространения информации и персональных данных граждан. За распространение указанной ложной информации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц от 500 до 1000 рублей, а также на юридических лиц штраф в размере от 5000 до 10000 рублей. Имеется также ответственность за незаконные действия по получению или распространению информации, составляющей кредитную историю. Такая ответственность предусмотрена статьей 5.53 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Кроме того, указанным кодексом предусмотрена ответственность за оскорбления, содержащиеся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведениях или средствах массовой информации. Предусмотрена вот такая ответственность частью 2 статьи 5.61 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации и влечет наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 30000 до 50000 рублей, а также на юридических лиц штраф в размере от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Необходимо отметить, что статьей 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающего его репутацию. При нарушении прав и законных интересов в связи с разглашением информации ограниченного доступа или иным неправомерным использованием такой информации, граждане вправе обратиться в суд за защитой своих прав, в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации. Если распространившие такие сведения не докажут, что они соответствуют действительности, существует большая вероятность удовлетворения исковых требований. Не секрет, что в последнее время люди все активнее черпают информацию именно из социальных сетей, а не из средств массовой информации. Поэтому гражданам следует быть избирательными и бездумно не распространять какие-либо новости в социальных сетях. В настоящее время рассматривается законопроект о регулировании социальных сетей, согласно которому пользователи подлежат идентификации по номерам мобильных телефонов. Предлагаются также и иные меры, усиливающие контроль за интернет-публикациями. Дело в том, что всегда в период избирательной кампании, и это определено законом, орган местного самоуправления обязан принять решение по согласованию с избирательной комиссией о местах расположения агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. Вот такое распоряжение главы принято. Оно размещено на сайте окружной администрации. Кандидатам желательно бы с ним познакомиться и посмотреть, где можно размещать материалы, а где нет. Если вы обнаружили нарушение в агитационной работе кандидатов, можно обратиться с жалобой в административную комиссию окружной администрации или в Якутскую избирательную комиссию. Телефон горячей линии 40 80 35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова